Ну вот, мы отраслевали наш массив, теперь давайте реализуем алгоритм жадного заполнения рюкзака. Давайте я уберу все лишнее, это закрою, этот вывод тоже пока уберу, чтобы не мешало, все почищу. Так, это уберу, чтобы не мешало. Вот, теперь вот сюда давайте напишем алгоритм заполнения рюкзака. Так, ну алгоритм очень простой, мы берем предметы по очереди, если можно положить его в рюкзак, кладем в рюкзак, если нельзя, то отпиливаем столько, сколько можно отпилить и заканчиваем. Давайте заведем переменную, в которую будем складывать нашу текущую сумму. Взвем сразу result. Теперь перебираем предметы по очереди. Можно это сделать простым циклом forRitch. Они перебираются в нужном порядке, от больших к меньшим, как мы отраслевали. Теперь берем предмет, смотрим, если он помещается целиком в рюкзак. То есть, если item if меньше или равен, чем объем рюкзака. Тогда можно взять и целиком положить его в рюкзак. Давайте положим его в рюкзак. Result при этом увеличится на стоимость нашего предмета. А вместимость рюкзака уменьшится на его вес. Прекрасно. Если нельзя положить, то давайте отрубим такой кусочек, чтобы он влезал в рюкзак. Так, стоимость этого кусочка будет равна стоимости всего предмета, умноженной на ту часть, которую мы отпилим. Та часть, которую мы отпилим, она равна w поделить на item. Здесь, как и в прошлый раз, у нас происходит целочисленное деление. Это не очень хорошо. Давайте все это приведем к даблу. Сейчас я привел к даблу только первый аргумент. Но это не страшно. Он приведет к первому. После умножения опять получится дабл, поэтому деление все равно будет в дабле. Все, выводим ответ. Запускаем. Получим ответ 180. Это правильный ответ. Вот, как мы видим по условию, действительно ответ 180. Значит, это правильный. Все получилось. Давайте теперь подумаем, где у нас могут быть проблемы. Смотрите, у нас есть легкие проблемы. Вот здесь, когда мы сравниваем два числа в даблах, это не очень красиво делать. Во-первых, у нас здесь везде происходит приведение к даблу, и вещественное деление довольно медленно. А во-вторых, здесь может появиться погрешность из-за того, что мы работаем в вещественных числах. Вот, оказывается, эту проверку можно сделать в целых числах в следующем раз. Смотрите, давайте. Нам нужно сравнить две дроби. Первая стоимость поделить на первый вес, и вторая стоимость поделить на второй вес. Как вы помните, наверное, из начальной школы, дроби сравниваются примерно так. Нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, и сравнить это с... Давайте я запишу это куда-нибудь. Давайте запишу это в переменную long, чтобы можно было не бояться, что что-то переполнится. И умножить числитель второй дроби на знаменатель первый. Вот. И теперь вместо того, чтобы сравнивать дроби, мы сравним вот эти два целых числа. Проверим, что получается то же самое. Получилось тоже 180, но все работает. С думы, избавились от существенных чисел вот здесь, и это может нам помочь в других задачах. Хотя в этой, наверное, можно было и в даблах, все равно сдалось бы. Прежде чем отправить программу на проверку, давайте уберем здесь файлики. Для этого вместо файла будем считывать не из файла, а из стандартного ввода. Давайте проверим, что все работает. Действительно, вот возьмем наш тест. Введем его. Вводит 180, действительно. То же как раз то, что нужно. Давайте пробуем отправить наш код на проверку. Для этого немножко не придется его еще переделать. Давайте его переместим, во-первых, в корневой пэккаж. Давайте скопирую, лучше не буду перемещать. Во-вторых, переименую его в main, потому что система считает, что должен называться main. Так, еще нужно убрать, наверное, вот этот вывод времени. Давайте я тоже тоже закомментирую строчку. Вот, теперь программа готова, чтобы посылать ее на проверку. Давайте выберем язык Java 8. Положим сюда наш код. Вроде ничего не забыли. Отправляем. Нет, что-то не сработало опять. Давайте подумаем, как такое могло быть. Вот мы вывели больше, чем нужно. Значит, наверное, наша программа где-то ошибка. Давайте посчитаем, где мы... Считаем нашу сумму. Вот у нас ответ равен 0. Здесь мы прибавляем стоимость, увеличиваем. Ага, вот здесь у нас ошибка. Смотрите, мы прибавляем стоимость, которую мы отрезали от текущего элемента, но при этом продолжаем работу. То есть мы, если есть несколько предметов, которые переполняют наш рюкзак, мы от каждого из них отрежем такую часть. Это можно управить двумя способами. Давайте прежде чем поправить, давайте делаем на это тест. Так, тест будет очень простой. Давайте запустимся. Нам нужно, например, два предмета, и в рюкзак вмещается два килограмма. Первый предмет имеет стоимость 10 и весит 4 килограмма. И второй имеет стоимость 10 и весит 4 килограмма. Вот по идее мы можем отпилить к вот предмету половинку и получить пять ответов. Наша программа выведет 10, потому что она неправильная. Давайте ее исправим. Так, исправить можно двумя способами. Можно либо вот здесь вот сделать брейк, потому что когда мы отпилили последний предмет, сколько нужно, нужно прерваться и дальше предметы не рассматривать. Либо, что то же самое, можно здесь сделать вместимость равной нулю. То есть делать то же самое, просто мы будем флешимет рассматривать, но от них отрезать часть равную нулю и тоже будет то же самое. Брейк мне кажется лучшим решением, потому что не делает лишних действий. Давайте проверим, что все работает. Скопируем наш тест. Запустим еще раз. Да, вот предмет 5 правильный. Давайте еще раз попробуем это запустить на сервере. Так, давайте скопируем новую версию. Посмотрим, так исправление вошло. Вот, да, наш брейк появился здесь. Отправляем. О, видите, оно прошло все тесты. Наша программа работает, замечательно. Все, на этом мы заканчиваем с непрерывным рюкзаком. В следующий раз мы изучим задачу оптимального котирования по Хаффману. Это очень интересно. До новых встреч, приходите. До свидания. de Green. До свидания. Я.